Заступница. Почему работники Дальневосточного музея решили сделать список Салбазинской иконы Богоматери? Каким образом у людей появляются зависимости? Московский психолог провела особый курс для хабаровских семинаристов. Почему он стал монахом? Разговор о личном с отцом Лавром. К ней идут каждый день. Хабарщане отметили День памяти известной чудотворной иконы Богоматери. Перед образом молились казаки, защищая Албазинскую крепость от 15-тысячной манчжурской армии. Матерь Божья защищала людей во время эпидемии стихийных бедствий, чем прославился образ в наши дни. Собор Успения Божьей Матери перед ликом Богородицы не успевает гаснуть одни свечи, как тут же появляются новые. Это список со знаменитой албазинской иконы, что находится в Благовещенске. Ему более 100 лет. Образ тоже чудотворный. Он прославился фактами помощи в семейной жизни, в том числе исцелениями от бесплодия. Кстати, золотые украшения – дары от благодарных людей. В нашем храме по воскресным дням причащаются несколько детей, которых вымолили молодые девушки о Богородице. Этот образ в 19 веке заказал староста Успенского собора, купец Василий Плюснин. После того, как советские власти разрушили храм, икону удалось спасти. Ее сохранили в Краевическом музее под названием «Изображение женщины с ребенком на доске». А в 2002 году святыня вернулась в родное место. Правда, работники музея решили восполнить потерю. Они заказали копию. Ее сделал хабаровский художник. Очень ответственный процесс и момент, и этап жизни. Потому что не каждый раз тебе доверят такую икону, сделать с нее список. И ты это делаешь, и думаешь о том, что на эту икону молилась не одна тысяча. Любую икону любой человек может сделать чудотворной. Если человек с усердием и верой молится, то понятно, что икона служит своей главной цели. Она является тем образом, который возводит человека к первообразу. Что же касается этой албазинской иконы, того хабаровчане заметили, она обновляется. То есть лик становится светлее, безо всякой реставрации. Перед образом каждую неделю в Успенском соборе служатся молебны. Они проходят по пятницам. Голос из будущего. В Тополево осветили колокола. Они предназначены для церкви Николая Чудотворца. Какая связь между святым местом в селе и знаменитым собором Василия Блаженного? Храм, который будет в селе Тополево, это, разумеется, не батюшкин храм, это храм Божий. Но и это храм тополевского народа, тополевских людей. Крестят, как говорится в народе, шесть благовестников. Металлические переселенцы проделали тысячи километров. Они прибыли на Дальний Восток из города Каменск-Уральский. Колокола отлиты на том самом заводе, где создавался голос собора Василия Блаженного. Только наша надежда, чтобы как можно быстрее строить храм, чтобы у нас был свой дом, чтобы мы были там с Богом. Колокола есть, а храм пока только в планах. Осенью освещено место под его строительство. Деньги на Дом Божий собирали всем миром. По проекту церковь должна быть деревянной, без единого гвоздя. На этой неделе начнем заливать фундамент. Ну а потом будем ставить с рук. А пока нет храма, православные тополяне собираются в здание администрации. Правда, по праздникам эта комната уже не вмещает всех желающих помолиться. У нашего уважаемого, да, это сельского батюшки, который впервые слышит о психодиабностике, такая стойка на слово гипноз. Это правильно, видите, сельский батюшка не теряет длительность. Как справиться с горем? Можно ли вернуть себе свободу воли? Ответить на эти и другие вопросы в Хабаровск из Москвы приехал известный психолог. Наталья Скуратовская провела для семинаристов курс практической пастырской психологии. Поставить диагноз на основе психодиагностики. Семинаристы вникают в возрастные кризисы, узнают, как бороться с зависимостями. Алкогольный, игровой, интернет и эмоциональный. Ведь поработить может и клуб любителей бабочек, в том случае, если без него человек жить не может. Чтобы помочь людям, священникам стоит знать причины. По мнению Натальи Скуратовской, зависимость – это болезнь, поражает волю. Этому должно предшествовать отсутствие в его жизни настоящей любви и привязанности. То есть зависимость – это замещение привязанности, например, к родителям, к супругам. То есть неумение выстраивать отношения с людьми, и человек их замещает либо алкоголем, либо интернетом, либо играми. Мы можем определить, в какой стадии находится человек, и какие меры принять к нему, что посоветовать. Как правильно общаться? У меня есть меры, это как-то очень понятно. Ну да, как с ним общаться? И с другой организацией. Наталья Скуратовская – психолог, психотерапевт. Плечо подставляет не только священникам. По профессии женщина – бизнес-тренер. Так она учит работать с персоналом, руководителей предприятий. Однако считает, знания пригодятся и церкви. В ней она уже более четверти века. Мне действительно хотелось как-то послужить тем, что я умею. В первую очередь мы христиане, а потом уже мы священники, психологи. Я более глубже узнал, что такое, например, эмпатия. То есть понимание человека, понимание его проблем, как почувствовать его состояние. Любопытная деталь хабаровских семинаристов столичный психолог учит бесплатно. Подсказывает, каким образом предотвращать конфликт и помогать людям справляться с горем. Горе – это важный этап в жизни, но его надо прожить. Его надо прожить до конца и идти дальше. Более мудрым, более сострадательным, возможно, чем до этого горя. Вопрос от студентов – зачем знать психологию, если есть духовные средства? Ответ – наука эта подобна таблетке аспирина. Собьет температуру перед важной встречей, но болезнь не вылечит. Правда, некоторые методики могут оказаться для человека не лекарством, а смертельным ядом. Есть психологические техники, граничащие с оккультизмом, холотропное дыхание, ребюфинг. Гипноз может быть опасен просто потому, что это действительно отказ от своей свободы воли с невредсказуемым последствиями. Курс практической пастырской психологии рассчитан на два года. Наталья Скуратовская прилетает в Хабаровск каждый семестр, проводит по две недели интенсивных занятий. В следующий раз вторичные гости прибудут в сентябре преподать студентам уроки по семейной психологии. Добровольно ли ты решаешься принять священное звание или кто-либо принуждает тебя к этому? Когда-то он ходил в моря, но захотел пристать к тихой гавани монашества. Когда-то он наслаждался семейной жизнью, сейчас принял на себя тяжелый подвиг инока. Кто оказался достойным вершить небесное таинство, то есть стать священником? Больной человек, Василий, постоянно причащается, ждет этого, так с нетерпением, готовится. Собачек нет? Господи, помилуй, мир, дом и всего. Здравствуйте, батюшка. Как ваше здоровье? Отец Лавр теперь может исповедовать людей, касаться тела и крови Христа. Эти страшные права он получил в таинстве рукоположения. Сегодня батюшка причащает 80-летнего героя. Хозяин дома когда-то сражался за Родином. Верил в советские времена, с Богом и теперь. Выслушав грехи, священник отпускает их. Сразу чувствуется, что человек чисто жил. Ну как он, чисто. Сразу видно, как светлое чувство какое-то. Сейчас отцу Лавру 50 лет, а к Богу пришел в 30, благодаря скорби. Тогда я первый раз на колени перед Богом упал, говорю, если ты есть, скажи, есть. Ну, Господь сразу же откликнул. Произошло чудо, Бог открыл любовь. Ощутил такую любовь, ну, огромную к людям. Это в течение трех месяцев было, я просто вот так вот прятал эту, как шапка у меня такая черная была. Прятал мне слезы. Я не мог вообще на людей смотреть без слез. Такая любовь страшная вообще. Я вот так вот прятал, ручьи у меня там вся, ну, вся, когда скрывал, не могу. Я люблю их всех. Не то, что помешательство, это такое искреннее, прям чувство. Все мне дороги, родные все. Никакой грязи вообще не было, ни об одном. Вот бомж, не бомж, алкаш, не алкаш. Чувство было настолько сильным, что отец Лавр захотел полностью посвятить себя Богу. Я сразу сказал, говорю, Господи, я это самое, монастырь, я вот, ну, не то, что там как-то у меня это родилось какими-то там логическими построениями, просто так, такое чувство было сразу, обещался Богу, Господи, я Твой. Потому что Господь такую любовь дал, и это страшно было, что-то, когда любишь всех, без разницы, такое чувство, ощущение просто видишь не только вот, а просто все человечество. И сердце у тебя, оно вот такое огромное. Все померкло сразу. Один Господь заследился. Однако тогда у батюшки была семья, любимая жена, дети. Привычная жизнь продолжалась, а 8 лет назад супруга отца Лавра скончалась. Я-то думал, я готов к этому, вроде уже в церкви столько лет, и это, 13 лет уже в церкви был, но не готов оказался абсолютно. Еще бывало как-то даже, ну, что они там рыдают на кладбище? Нет, когда самого коснулась. Три года я там сам рыдал, готов был выйти. И батюшка ушел в Шмаковский монастырь. Сначала просто послушником, потом принял постриг. Совпали ли представления об иночестве с реальностью? Ой, не сказал бы, потому что я как раз искал там уединение, но не нашел его. Можно сказать, да, разочаровался, как бы так. Поначалу разочаровался, потом просто, ну, Господь подсказал, как надо. Если человек научается углубляться в себя, помогает. Также в монастыре все, как бы все в одной куче живут, ну, постоянно изо дня в день одни и те же лица, обтираешься там. Вот самое важное, вот учиться любви как раз именно в таких условиях. Покой достигается огромным трудом, огромными усилиями, вот. Неимоверными усилиями достигается. Кровью за покой нужно бороться так. Может, я страшные слова говорю, но это так, действительно. В монастыре жизнь по послушанию ради Христа, то есть инок, отсекает свою волю. Отсечение своей воли падшей, да. То есть мы люди все грешные. Через это действует благодать Божия, которая помогает человеку стать, в принципе, человеком. Может ли послушание превратиться в слепое подчинение? Когда у тебя теряется, ради чего ты делаешь? Смысл какой? Если ты ради Христа это все делаешь, то есть ты прилагаешь усилия Господе. Я не хочу, ты видишь, мне все естество противится. Но ради тебя я все это делаю, да. То есть такое, ну, что, естественно, соответствует Евангелию, соответствует святым канонам. Вот такое имеется. Конечно, преступное послушание выполнять нельзя. А послушания бывают разные. Так, отцу Лавру в прошлом моряку дали задание, связанное с буренками. Нужно вот стать молочником. То есть для тебя вообще неизвестно это. Вот идешь, а там сепараторы, там литров ствол молока. Там действительно на колени падаешь и понимаешь, что это Бог рядом. Он показывает, что он рядом. Духовник дал батюшке еще одно послушание. Самое сложное за все время. Иноку надлежало стать священником. Представляешь ли ты совместитель этого служения, по которому определить тебя в настоящее рукоположение? Да, святый. Страшно, очень страшно. Да, очень страшно. Ну это, наверное, человек, который вот именно идет по этому пути, он понимает, о чем речь. И о том страхе он как раз и имеет представление, которое вот я испытываю. Не за себя же ответственность больше, а за людей, которых, да, которых любишь, которые хочешь, чтобы были все с Богом, хочешь, чтобы были в радости. Вот, и за них, конечно, больше даже страх, чем за себя. Отменеяя твоему печенью, твоему духовному водительству, будут поручены искупленные драгоценные пресловые горьи человеческие души, за которые должен ты будешь дать ответ Господу на страшном себе. Однако, прежде чем свершится таинство рукоположения, священники должны высказать о кандидате свое мнение. И вот он предстает перед братьями. Атислав, он пытался по споры, видел по поселкам. Идея и качество паспорта. И паспорта сходился. Да, я думаю, самое главное, может быть, на мой взгляд, качество меня ставить на сторону другого человека, который к тебе приходит от самого братья есть. Ощущение потерянности. Ну, хорошо добрые взгляды мне как-то поддерживают. Чистили желание пословить Христу и Его Церкви, поработать для спасения человеческих душ, или обречать на путь священнического служения, или какая-либо сильная выгодная расчет, побуждали в телегрой помощи. Старайтесь. Александр, мы будем тебя крестить скоро, да? Угу. Сейчас отец Слава трудится в Вяземском районе, служит не только в храмах. Ездит к больным людям, окормляет дальние сельские приходы, где о зданиях церквей люди мечтают. Мы очень любим его, за него молились, когда его рукополагали. В общем-то, для нас это было, конечно, очень радостное событие. Благодарим Господу Бога. Это для нас большая честь. Батюшка признается, когда только пришел к Богу, любовь к окружающим была дана просто так. Теперь за нее нужно бороться. Кстати, осуждает ли священник людей на исповеди? Я потому что прошел, наверное, всю эту, так сказать, грязь. Поэтому я сразу вижу, ну, мне сразу свои грехи перед глазами не раз. Поэтому мне как бы это осуждать. Сам посмотри на свой горшок. Я ощущаю просто свои грехи. Вот, лично я вот ощущаю, что такую жизнь вел, такой моряк бывший. Вот, все это прошел. Крым на рыб, да. Поэтому, как бы осуждать кого-то, если у самого рыла в пуху. О чем люди только не рассказывают батюшке на исповеди? Каковы же его чувства? Радуются, когда человек осознает это искренне, да. Вот это прям радость приносит, да. Как бы, я не знаю почему. Когда человек, ну, как бы, не гордится своими грехами. Потому что есть и другое, да. Чувство, когда гордятся грехами своим, хвастаются даже, бахвалятся. Вот это настораживает. А другое чувство, когда сокрушаются, это приносит радость почему-то. Как бы, человек внутренний раз такой интересный, такой парадокс. На пути священнического служения, я ожидаю всевозможное решение, огорчение, оскорбление и страдание. На кто плиты, все это спокойно вслед, мужественно претерпеть, с радостью понести. Да, святый Владимир. Наши там старшие отцы, которые уже, там уже, они говорят, что, когда запою над тобой со святыми у покоя, тогда и будешь в покое. А до этого пока жив у покоя, нам только снится. Ну, кто-то в жизни, наверное, обрекает какую-то, добивается какую-то часть вот этого покоя. Кто-то, кому-то Господь дает такое утешение, посылает. Ну, настоящего покоя, такого мы здесь, конечно, на земле, будучи еще в теле, мы этого не достигнем. Помни, что с момента хераконии ты станешь преодоложателем того дела, за которое страдал и умер Христос. Страдали и умирали святые апостолы. А каким же, по мнению отца Лавра, должен быть священник? Ну, это знаете, как вот у родителей отца с матерью, да, дети, когда сытые, обутые, вежливые, добрые, растут вот, наверное, так. Ну, это можно перенести на духовную жизнь. Научить их любить Бога, любить людей, вот это самое главное. Когда знают, что если упал, да, ну, согрешил, то нужно подниматься. Веряя, что намерены твои часты, мы еще раз возглашаем, обдумая, на какой великой шаг ты решаешься. Какому великому званию хочешь посвятить себя? Аксиос! 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 Субтитры создавал DimaTorzok